Здорово на Росуме Фантом, это новый выпуск страшных игр. Окунемся в глубины инди-проектов. И постараемся сохранить здравый рассудок. Ну шо разработчики вы нам подготовили? Опять какое-нибудь говно со скримерами? Стартуем мы с вами в каком-то очень темном лесу. С нашей тачкой в принципе все в порядке. То бишь мы по своей воле сюда пригнали. Нахрена мать твою? К бабушке. Кому же еще? Жуткая музыка. Жуткий дом. Все пи***ц какое жуткое. К сожалению невидимая стена не дает мне подойти к фургону в котором Уолтер Уайт варил мед. Путь только сюда. В дом. К качающемуся креслу. Бабуль ты только что встал с него? Или ты прямо сейчас на нем но тебя не видно? Балдежный стул. Мне нравится. Ладно черт с тобой заходим внутрь. Обстановочка мягко говоря пи***ц. Дохлые мухи на вот этой вот жуткой хрени которая обычно висит над столом в деревнях. Особенно приятно когда эта херня падает в еду. Приятного аппетита внучок. Ладно на самом деле довольно уютно. Вот только двери сами по себе закрываются и открываются. Кто здесь б***ь? Бабуль? Моешься нет? Надеюсь без эротики обойдемся? Никого нет. Ни в унитазе, ни в раковине. Ладно. Допустим. По телеку как обычно какая ты ху**а. Бабуль может установим тебе Netflix? Хотя наху оно надо если есть белый шум? Какого черта я не отражаюсь в зеркале? Быть может герой призрак? Быть может он уже мертв? Быть может он бабка? Я не знаю. Игра задает слишком много вопросов. Ладно мы нашли еще одно уютное помещение. Что здесь у нас? У нас здесь еб***чая херня бегает за окнами. Бабуль могла бы встретить как-то поприличнее своего внучка? Кукинг про. Нет я не буду сейчас заниматься готовкой. Мне бы как-то спастись от моей милой любимой бабулечки. Я слышу шаги. Где я их слышу? Ху**а знает уже. На второй этаж меня кажется пустить не хотят. Пока что не заслужил да? Ну как обычно родители избавились просто от своего пи***ка. Отправили его в деревню к бабушке на лето. А тут такая вот херня. Бабуля оставила мне яблоко? Это так мило. А что еще она оставила? Здравый рассудок я так полагаю. А вот эта херня мне пригодилась бы. Постараемся пойти мирным путем. Но в случае чего один удар в печень никто не вечен. Имею ввиду дорогая я молод, свеж светел и быстро бегаю. Хотя ни хрена подобного герой еле-еле перебирает ногами, которых у него даже и нет. Так может я все-таки призрак, блядь? Ёб твою мать, я 200 тысяч раз проходил мимо этого стола. И не замечал самого главного. Маринованные грибы. Движемся дальше. Давай, детки. Что нас ждет за этой дверью, я даже боюсь представить. Очередная комната, да? И кто-то бегает. Этажом выше. Приехали, блядь. Бабуль, дорогая, давай без резких выскакиваний, пожалуйста. Давай как-то тихо, мирно встретимся с тобой. Блядь. Че делать? Родители, конечно, предупреждали, что ты немножко не в себе, но не настолько, бабуль. Может я просто свалю обратно в город, а? Блядь. Ага, манекены. Здравствуйте. Бабка пропала, но появились манекены. Что лучше? У манекенов есть отличная подтянутая грудь, у бабки тоже. Возможно, не знаю. Скорее всего, не подтянутая. О чем я? О груди, конечно же. Какую хуйню. Только не заставляют пороть хоррор игры. Ёб твою мать, блядь. Выскочила она прям на меня, сучка. Обняться захотела, да? Да я тебя сам обниму. А ну иди сюда. Сейчас у тебя такие объятья будут, сволочь. Ну чего ты предлагаешь делать-то? Как время-то проводить будем? Может грибочков маринованных поедим, а? Может не будем как-то? Сориться, блядь. Что, ёб ты в рот? Что, блядь? Куда вы мне предлагаете пойти? Чё за хуйня? Не, 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 блядь. Всё. Отличная концовка. Будьте осторожны во время поездок к бабушке. Внимание, внимание, бойцы. Важная новость. Как давно вы заглядывали в свой порт? Я про порт, который в World of Warships, конечно. Советую прямо сейчас навестить его по моей ссылке в описании. Потому что там происходит кое-что интересное. World of Warships проводит крутое мероприятие, в рамках которого в игру добавляется море самого настоящего аниме-контента, несущего радость и позитив. Это не шутка. Новый ивент посвящен известному тайтлу флот старшей школы, откуда в игру перекочуют ключевые корабли, стильные аниме-камуфляжи, памятные флажки и даже, внимание, главные героини. Их можно будет поставить за штурвал своего корабля, чтобы морские бои стали не только жесткими и забористыми, но и невероятно няшными. Успевайте ознакомиться с нововведениями и собрать всю коллекцию флота старшей школы по ссылке в описании, где все новички вдобавок получают подарки уже на старте. Неделю премиум-аккаунта, мощный крейсер Аврора, 500 дублонов и 1 миллион серебра. Успешных вам боев! Отправляемся дальше. Что там такое нас подшитает? Я даже не знаю. Фурухамбар! О да, детка. Очередная лестница. Стоит ли спускаться вниз, чтобы увидеть там страшную рожу? Ну его нахрен. Давайте попробуем отправиться наверх. Какая-то плесень на стенах. Ни хрена не меняется. Наверх пути нет. Ладно, что насчет того, чтобы пойти вниз? Какое неожиданное решение. Ах, блин! А что? А что? Иди и нахрен! Ты чё ебан? Ты 25 этаж, блин! Ты чё? Данулся? Какого хрена? Блядь, а теперь вверх побежим? Ты прикалываешься? Серьезно? Мы вверх теперь побежим? Сука, от тебя какого ж хрена? Где ты, пидорасов? Там был человек. Вроде бы никакой не монстр, да? Никакой не призрака. Такой же чувак, костюм которого напоминал костюм пидорасов из SCP Испытуемых. Ладно, хрен с ним, бежим вновь вниз. Бля-бля-бля-бля. Проскочим. Да, проскочили. Неплохо, неплохо. Он даже не смог никакого урона нам нанести. Ёб твою мать. Это тебе меня надо бояться, сучара. Кто ещё захочет вылезти? Давай, 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 давай. Я пролечу. Трындец, братан, разработчик. Чё ты хотел вообще? Эти чуваки... А, стопэ, 50 хп всё-таки. Немножечко моих жизней этим ребятам удалось зацепить. Этим подъездным прасом, которые тут на ступеньках расположились со своей гитарой и блейзером. Да, ещё один. Ну конечно же, да пошёл ты нах. 25 этажей, ни одного пи***а, и тут повалили один за другим, да пошёл ты, 44 этажа уже. Ладно, давай я отдамся в твои объятья, подходи ко мне, гейм овер, ауеть, не встать. Следующая игра, какая-то пиксельная херня, напоминающая Майнкрафт. За Майнкрафт и двор стреляю в упор, Майнкрафт, разумеется, не херня, но здесь я даже не знаю, что вновь пятна на стенах, как страшно, как кажется, мы на потолке, да, что происходит, какая хуйня на меня летит, если бы это был крипер, я бы, конечно, обосрался, трындец, но это не он, это всего-навсего какая-то призрачная сущность, которая, бля, то, и п***ца в стены не может пройти в дверной проём. Да, детка, можешь ли ты пройти сквозь стол, кажется, не смогла, но убить меня. Ей удалось, допустим, рестарт. Ну, давай я хоть взгляну на тебя, как ты выглядишь, сучара. Реально, она перевернула всю комнату кверх ногами, и вот она, вот она, нахуй намотана, здравствуй, дорогая, что с твоей физиономией, п***ц. Рестарт, да в жопу иди, даже звук пугания запоздал. Допустим, третья попытка, может быть, наши отношения сложатся как-то иначе, или по-прежнему будешь долбиться в стены и убивать меня сквозь них. Ой, б***ь, приехали, да пошёл ты нахуй. Сегодня у нас в гостях бабушка Тамара, и сегодня мы будем её учить пользоваться гуглом. Что это за херня, я даже близко не знаю, но позиционирует эта херня себя как какие-то ужасы. Чё творится? Кто я такой? Что за херанское управление? Ладно, допустим, бежим вон туда. Какого хрена? Дорогой, я отправлял тебя немножечко правее. Кто за п***ец, гигантские петухи? Что долбил разработчик, б***ь, я не знаю. Но мне уже жутко, жутко представлять, что такие люди ходят по нашей земле. Они ведь где-то рядом с нами, б***ь, что происходит, еб***ь, чекуры. Horizon Zero Dawn, соси хер. Вот ПК-эксклюзив, который является достойной ответкой тебе. Посмотрите на вот это говнище, которое у меня в руках. И посмотрите на этот шедевр. Да, детка, наконец-то Unreal Engine. Наконец-то не Unity, сейчас, наверное, будет мегаграфон Яна Карка. Ладно, допустим. Эпик-эпик-эпик. Плей. Ты хотел мегаграфон? Получай мегаграфон, мать твою. Чем вы собрались пугать меня? Вот этим дождем, грязью, жуткими деревьями. Да я чувствую себя так, будто просто вышел выгулять свою собаку. Или дойти до остановки. Да, мигнул экран. Это, конечно, очень жутко. Но, ребят, у меня ровно такая погода и ровно такая дорога за окном. П***. Дед, да, детка, это должно быть страшно. Страшно. Ну, допустим, дадим вам шанс. Может быть, здесь что-то новенькое? Нет. По-прежнему те же самые российские пейзажи. Ну, разве что какая-то телега появилась. Маршруточка, да. Предлагаете сесть? Проезд на маршрутку подорожал. Да, вот это страшно, п***. А вот это всё? Не, ни хера. Какое-то болото. Может быть, мы свернём с тропы, наконец-таки, и найдём здесь какую-нибудь дивную деву. О, детка, цирк. И наши прекрасные дороги. Угу, приехали. П*** чиклоун. До свидания. Я просто ухожу отсюда. Не буду я с ним никак контактировать. Почему я должен? С чего разработчики хоррор-игр и хоррор-фильмов решили, что их герои должны каким-то образом контактировать? Просто пошёл. Хуй, даже не буду ввязываться в эту историю. Ммм, б***ь. Еб***ь. Экран мигающий. Это да. А вот эта вот жирная тварь, которая даже не может протиснуться в дырку, вряд ли это можно назвать чем-то страшным. Я, конечно, тоже примерно твоих размеров, судя по всему. И эта телега является непреодолимым препятствием между нашей любовью. Однако, может, ты попытаешься протиснуться, нет? Извини, братишка, но кажется, нам не суждено быть вместе. Чё, б***ь, ты здесь? Всё, хватит с меня игр. Этих долбанных клоунов, бабок, гигантских куриц. Играйте в хорошие игры. А с вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пишите в комментах названия ваших любимых аниме. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok